Всем привет! Вещают! Могилевские охранники! Это первый видеоматериал, посвященный Великой Отечественной войне, подвигу защитников Могилева, которые стояли насмерть у днепротских рубежей. Сегодня мы восстановим хронологию событий от первого до последнего дня обороны города. Операция состояла из трех частей. Календарно с 3 по 10 июля город готовился к обороне. Создавали сооружения вокруг города и окрестностей. С 10 по 17 июля шли бои в черте пригорода. В эти дни противник полностью окружил город. С 17 по 26 июля шли бои за сам город. Мы реконструируем события день за днем, чтобы полностью понять масштаб происходивших событий. 22 июня 162-й истребительный авиаполк с аэродрома Лупалова перебазировался в Барановиче. 163-й с аэродромов Лупалова и Лубнище перебазировался в город Минск. Создан городской штаб самообороны. 23 июня в Могилевской области введено военное положение и объявлена общая мобилизация военно обязанных 14 призывных возрастов с 1904 по 1918 года рождения. За последующие дни объединенным горвоенкоматом было направлено в РККА и НКВД примерно 25 тысяч жителей Могилева и Могилевского района. В 2 часа дня состоялось городское партийное комсомольское собрание. Принято решение о формировании истребительного батальона. В городе объявлена первая воздушная тревога. Начато формирование отрядов во борьбе с немецкими десантниками и диверсантами. 24 июня прибыл из Минска штаб Западного фронта и разместился за городом в районе авторем завода. 25 июня в Могилев прибыли из Минска Центральный комитет Коммунистической партии и правительства республики. Немцы впервые бомбят город. Бомбы сброшены на мясо комбината Железнодорожный узел. 26 июня на станции Луполова разгрузился 394-й стрелковый полк с командиром Слепокуровым. 110-й стрелковой дивизии. Находящийся в Могилеве начальник погранвойск СССР генерал-лейтенант Соколов назначен начальником управления охраны войскового тыла Западного фронта. Им начато формирование из всех видов войск НКВД войск по охране тыла. Находящиеся в Могилеве и прибывавшие пограничники, а также бойцы 3-й дивизии войск НКВД, направляются на охрану войскового тыла и по мере формирования отбывают из Могилева на восток. 27 июня вечером Могилев из Кричева прибыл штаб 61-го стрелкового корпуса, командир генерал-лейтенант Бакунин. На аэродром Луполова прибыл из Минска 313-й отдельный разведывательно-бомбардировочный полк. В штаб Западного фронта прибыли маршалы Шапошников и Ворошилов. На аэродром Луполова прибыли 41-й истребительный авиаполк и 170-й авиаполк. На аэродроме Луполова собрались 160-й, 161-й, 163-й авиаполки, 43-й авиадивизии. 747-й стрелковый полк разгружается на станции Луполова. Немцы вступили в Минск. 28 июня 388-й стрелковый полк с командиром полковником Кутеповым разгрузился на станции Буйничи и занял позиции на Бобруйском шоссе на участке Буйничи, Тешовка, Бутримовка, Затишье и приступил к строительству оборонительных сооружений. Немцы в это время уже захватили Бобруйск. 514-й стрелковый полк разгрузился на станции Луполова и занял позиции на участке западной берега Днепропашкова. 313-й отдельный разведывательный авиаполк перелетел из Минска на аэродром Луполова. Началась эвакуация складов и предприятий. В последующие дни было вывезено на восток со станции Могилев-1 6 поездов грузов со склада Наркомата обороны, со станции Могилев-2 4 поезда боеприпасов и прочего имущества с базы управления Госрезерва. 8 поездов продовольствия и фуража. Предприятия учреждения Могилева уместились в 4 поездах. Всего отправлено в тыл 935 вагонов. Прибыл из Баранович 518-й зенитно-артиллерийский полк в составе пяти дивизионов. После взятия Минской разгрома основных сил Советского Западного Фронта в Белостокском и Минских Котлах, немецкие моторизированные корпуса начали продвижение к рубежу рек Западная Двина и Днепр, с тем, чтобы оттуда начать новое наступление на московском направлении. Преодолев слабую оборону советских войск 20-го мехкорпуса и 4-го воздушно-десантного корпуса на реках Березина и Друдь, немецкий 46-й моторизированный корпус 2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца Гудериана вышел на подступы к Могилеву. К Днепру выдвинулись и остальные мотокорпуса 2-й танковой группы. 29 июня на базе Гродинского Ура приказом по Западному фронту образован Могилевский укрепрайон номер 68. Создано 4 сектора обороны. 30 июня в городе нарушена торговля и общественное питание. Часть продавцов и заведующих магазинов разбежались. Им на замену привлечены комсомольцы. Немецкие танки уже подошли к Борисову. 1 июля рота лейтенанта Ларионова из 514-го стрелкового полка на Бобруйском шоссе у деревни Новый Городок вступила в бой с усиленным разведбатальоном 3-й танковой дивизии немцев. В лесу в районе авторемонтного завода в штабе Западного фронта состоялось совещанием с участием маршала Ворошилова и Шапошникова, где был принят план обороны города. Согласно плану, начало строительство с помощью местного населения инженерных оборонительных сооружений. В этот день на поле работало более 6000 могилевчан. Штаб 61-го стрелкового корпуса приказом командира подчиненных артполков быть готовыми к отражению атак танков противника на Могилев со стороны Березино с запада, Бобруйска с юга запада и Рогачева с юга. Причем особое внимание уделялось двум последним направлениям. Для борьбы с танками создавали специальная подвижная группа, включавшая стрелковую роту, взвод саперов не менее двух сорокапяток и одной 76-мм пушки. Артиллерия дивизии усиливала противотанковую оборону вдоль шоссе Бобруйск-Могилев, а также принимала участие в создании подвижных групп. За одну неделю вокруг Могилева была возведена 25-километровая линия оборонительных рубежей с противотанковыми рвами, зотами, окопами и системой траншей. Оборона города изначально строилась как круговая, что помогло его защитникам продержаться 23 дня. По бронемашинам было приказано стрелять осколочно-фугасными гранатами, по танкам – бронебойными снарядами, а когда окончаются – также осколочно-фугасными. Когда выяснится направление движения танков, дивизионная артиллерия обязана была маневрировать, усиливая оборону на опасном участке. Последним пунктом приказа значилось любой ценой остановить танки и не пропустить их Могилев. К этому времени плотность противотанковой обороны, прикрывающей Бобруйское и Минское шоссе достигла 8-10 орудий на километр фронта, а на менее важных направлении – 4-5. Всего в распоряжении обороняющихся войск имелось 44 орудия, 12 перебрасывалось на усиление и еще 10 бралось из артиллерии 394-514 полков. При этом снарядов у было немного. На важнейшем направлении в среднем 50 выстрелов на орудия. На остальных участках от 20 до 30. 2 июля усиленный разведбатальон 3-й танковой дивизии пытается ночью захватить переправу через реку Друдь на Бобруйском шоссе у деревни Чечевичи. Но после подрыва моста советскими саперами возвращается в Бобруйск. Немцами занят Борисов. Штаб Западного фронта двумя эшелонами убыл в Гнездово, Смоленская область. 3 июля 394-й стрелковый полк 110-й стрелковой дивизии с командиром полковником Хлебцовым занял боевой участок на западе от города между деревней Присна-1 и деревней Застенок. На станцию Луполова прибыл эшелон штаба 172-й стрелковой дивизии с командиром генерал-майором Романовым. Началась запись добровольцев в отряды народного ополчения. 4 июля, найдя брод через реку Друдь, танки 4-й танковой дивизии утром форсируют реку и днем захватывают Быхов. Разведотряд дивизии выходит у деревни Досовая Силиба к мосту через река Лохва на Бобруйском направлении. Но мост был взорван саперами, приданными роте лейтенанта Ларионова, которая отступив закрепилась на левом берегу реки Лохва. Утром батальон старшего лейтенанта Волчка вступил в бой с немцами у Белыныч. А отдельный разведбатальон капитана Метельска на Бобруйском шоссе 172-й дивизии придан 601-й гаубичный артиллерийский полк. 5 июля продолжаются бои у Белыныч. Уничтожен разведгруппа противника у деревни Новоселки. На юго-запад от города в 20.00 73-й полк НКВД, оставив для охраны ЖД моста зенитно-пулеметный взвод, выступил пешим порядком по маршруту Чауса к Ричи Фруславль. 6 июля штаб 172-й дивизии переведен в лес у деревни Затишье на востоку города. 7 июля отступающие остатки 7-й воздушно-десантной бригады ведут бои на северо-западном направлении от города на рубеже Водва-речки Княжицы с передовыми частями 10-й танковой дивизии. Укрепрайон передает противотанковое препятствие воинским частям, обороняющим Могилев. После чего подразделение УР покидает Могилев в направлении Смоленска. 10-й мото-дивизия вермахта получает приказ начать выдвижение из района Жлобина в район Могилева по Бабрусьскому шоссе. Выходит боевой приказ под номером 1 по 172-й стрелковой дивизии, в котором установлены линии обороны и участки обороны. Жители Могилева в ожидании врага построили сильные укрепления. Воздушная разведка при штабе Клюге сообщала, что за Днепром русские расширяют оборонительные позиции. Это непрерывная сеть взаимосвязанных траншей, дотов, ходов сообщений, противотанковых рвов и опорных пунктов. Особенно вокруг населенных пунктов. Многочисленных артиллерийских батарей с бетонными дотами. Оборонительная система в несколько километров глубиной, напоминающая укрепление Первой мировой войны. Саперы создали вокруг города обширные минные поля. Бойцы и жители рыли окопы, укрепляли дома, готовили коктейли Молотова. После начала сражения немцы были удивлены частыми штыковыми атаками и рукопашным боем. 8 июля 514-й стрелковый полк отведен за Днепр в район деревни Шапчицы. Резерв командира корпуса. Работники ЦК и правительства республики уезжают на восток, а тем временем 10-я танковая дивизия вермахта захватывает Белынычи и выставляет в районе княжицы против Могилева заслоны стрелковой роты и взвода танков из 7-й танковой роты. Танкистам поставлена задача имитировать наличие больших танковых сил для подготовки наступления на Могилев. Мотоциклетный батальон из 41-го мотополка 10-й мотодивизии достигли деревни Дашковка и вступили в бой с боевым охранением 388-го стрелкового полка. Немцами захвачена деревня Липовка. 9 июля 7-я воздушно-десантная бригада отведена за Днепр. Ее рубеж приказан занять 394-му стрелковому полку. Боевая группа Битрих дивизии СС Райх получила приказ прекратить преследование 20-го мехкорпуса и срочно выйти в район Княжец, 12-ти километрах западнее Могилева. И уже к вечеру через Вендерыш и Хрепелева группа вышла к деревне Песчанка, южнее Княжец. Разведбатальон 10-й мотодивизии выходит к деревне Гуслищи. Мотоциклетный батальон этой дивизии захватывает деревню Межиседки. 10 июля в 5 утра два батальона 41-го мотополка начинают форсирование Днепра на лодках и понтонах у деревни Боровка. 20-30 немцы захватывают деревню Сидоровичи и выходят на шоссе Могилев-Гомель. 14-30 второй батальон 388-го стрелкового полка отправлен к месту переправы немцев, но дошел только до деревни Салтановки. Был разгрулен частями 10-й мотодивизии немцев и при этом погиб командир батальона капитан Давыдов. 10-я танковая дивизия и полк Великая Германия сосредотачиваются на западном берегу Днепра. 10 и 11 июля вермахт начал форсировать Днепр тремя моторизированными корпусами. 47-й мотокорпус занял плацдарм у реки Копысь южнее Орши. Оттуда он начал наступление на Смоленск. 46-й мотокорпус занял плацдарм в районе Шклова. 24-й мотокорпус форсировал Днепр южнее Могилева и захватил плацдарм в районе Старого Быхова. Расширяя плацдарм, немцы взяли под контроль шоссе Могилев-Гомель. Передовые отряды направлялись к пропоиску Немогилеву. Утром на Минском шоссе 1-й батальон полка Дойчланд продвинулся к лесу, что находится восточнее деревни Лубнище. Остальные подразделения боевой группы находились восточнее деревни Песчанка. На юго-западном направлении отходящие на Могилев подразделения 20-го мехкорпуса РККА выходят к деревне Досовичи. Узнав об этом, немцы предпринимают атаку силами 20-го мотополка 10-й мотодивизии, усиленные танковым батальоном 4-й танковой дивизии. К полудню немцам удается захватить деревню Досовичи и продвинуться на север до деревни Калаш и деревни Батунь. На этом рубеже наступление приостанавливается. В части 20-го мехкорпуса отходят по дороге Хонова за лесе Гуслищины Могилев. Из Могилева на Кричев ушел последний поезд. Курсантов школы НКВД на автомашинах отправили в Москву. Вскоре город попал в поле зрения командования группы армии. В оперативной сводке армии «Центр» за 11 июля говорилось, 4-я танковая армия, захватив ряд новых плацдармов по реке Днепр на участке Могилев и Орша расширили плацдарм у старого Быхова Дашковки, создав предпосылку для предусмотренного наступления в районе Ельня. Пока трудно предвидеть, будет ли это наступление предпринято в районе Могилева через Рясно на Ельня или же из района Шклов-Копысь через Горки. Сообразно этим мышлением были предприняты конкретные шаги для выбора одного из этих вариантов. На Могилев была развернута 3-я танковая дивизия 24-го корпуса. Уже 11 июля она была в 20 километрах к юго-западу от Могилева. 11 июля утром 1-й танковый батальон 747-го стрелкового полка попытался выбить немцев из деревни Сидоровичи, но безуспешно. Под огнем противника отошел в деревне Слободка. Днем немецкие разведгруппы замечены у деревни Костинка и у деревни Махова. Утром мотополк Великая Германия форсировал Днепр-Севернее Могилева у деревни Плещицы и создал плацдарм. Усиленный 1-й батальон полка Дойчленд поручил приказ через Браково, Старую Водву и Лотву выйти в район деревни Барсуки, что в 12 километрах севернее Могилева, и там закрепиться. Вечером передовой отряд 3-й танковой дивизии, следуя по Бобрускому шоссе, захватил деревню Межисетки и Красница. 12 июля штаб 172-й дивизии переведен в город, в здание США номер 11 по улице Минджинского. Немцы захватили горки. 514-й стрелковый полк и части 110-й стрелковой дивизии безуспешно пытаются ликвидировать прорыв немцев через Днепр-Севернее Могилева. Сводный отряд 747-го стрелкового полка под командованием майора Златоустовского предпринял безуспешные контратаки в направлении Сидоровичи и Слободка. Утром 2-й танковый батальон и несколько род из мотопехотных батальонов 3-й танковой дивизии предприняли атаку на позиции 388-го стрелкового полка в районе деревни Буйнич. За 7 часов боя при поддержке батарей 1-го дивизиона 340-го легкоартиллерийского полка 1-го дивизиона 493-го силами обороны было подбито и сожжено 18 танков противника. Около полудня немцы прекращают боевые действия на этом участке и перебрасывают свои подразделения в район Быхова для переправы через Днепр. 747-й стрелковый полк ведет бои вдоль Гумельского шоссе против 10-й мотодивизии немцев. Вечером в штаб 172-й дивизии прибыли корреспонденты центральных газет. Основная сила 24-го танкового корпуса форсировали Днепр и двинулись в сторону пропоиска Икричева. Второй батальон полка Дойшланд отправлен в Головчин для охраны штаба дивизии, а 3-й батальон занял позицию по линии Лубнище-Никитичи, шоссе в 500 метрах восточнее Княжеце-Горная улица. В этот же день немецкая танковая дивизия генерал-лейтенанта Моделя попыталась прорваться к городу с юга вдоль Бобруйского шоссе. Оборону здесь держал 388-й стрелковый полк и 172-я стрелковая дивизия, которым командовал полковник Семен Кутепов и батальон народного ополчения. Они прикрывали автодорогу Могилев-Бобруйск и железную дорогу Могилев-Жлобин. Атаку отразили и после тяжелого 14-часового боя в районе деревни Буйничи немцы отступили с большими потерями. На поле боя осталось 39 подбитых танков и бронемашин. Оборонявшиеся также понесли большие потери, но сохранили позиции. На следующий день атаки немецких танков повторились снова и снова эта атака была остановлена. Как вспоминал полковник в отставке Хорнс Зобель, служивший в июле 1941 года в 3-й танковой дивизии, далее произошло следующее. 3-я танковая дивизия начала атаку против Могилева двумя боевыми группами. Правая боевая группа несколько продвинулась вперед, но затем атака была полностью остановлена из-за сильного сопротивления противника. Левая группа немедленно пришла к катастрофе. Пехота на мотоциклах, которая должна была сопровождать танки, завязывала в глубоком песке и не вышла на линию атаки. Командир танковой роты начал атаку без поддержки пехоты. Направление атаки, однако, было полигоном гарнизона Могилева, где были установлены мины и вырытые окопы. Танки напоролись на минное поле и в этот момент по ним открыла огонь артиллерия и противотанковые пушки. В результате атака провалилась, командир роты был убит. 11 из 13 наших танков было потеряно. Касательно численности сил наступающих и обороняющихся, поскольку большинство документов находятся в засекреченном виде. В качестве наиболее авторитетных источников, которые будут объективно отражать реальность, будем использовать книгу «Неизвестный Могилев 1941 года. Остановленный блицкрик» российского историка-кандидата исторических наук Алексея Исаева. Статью портала Машека Бай Леонида Плоткина. Могилев обороняла 13-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ремезова, а затем Герасименко. В том числе 172-я стрелковая дивизия под командованием Михаила Романова, 110-я стрелковая дивизия под командованием Василия Хлебцова, 20-й стрелковый корпус Степана Еремина, 20-й механизированный корпус под командованием генерал-майора Виктора Обухова и другие представленные на фотографии с бунического поля части. С немецкой стороны в направлении Могилев шла 2-я танковая группа Гудериана. В ее состав входил 10-я танковая и дивизия СС Рейх, полк Великая Германия, 3-я и 4-я танковая, 10-я моторизированная, а также 1-я кавалерийская дивизии, 17-я, 18-я, а также 29-я моторизированная дивизии и другие моторизированные корпуса. 13 июля на месте боев у деревни Буйнич побывали корреспонденты центральных газет. Среди них был известный в будущем писатель Константин Симонов. На участке 747-го стрелкового полка противник силами 41-го мотополка занял Вильчицы, Затишье, Быстрик. Немца захватили в это время уже Витебск. 14 июля немецкие танки появились у Чаус, где на станции обстреляли все еще прибывающие эшелоны 172-й, 110-й и 132-й стрелковой дивизии. Штаб 13-й армии срочно из Чаус эвакуирован в Кричев. Утром получен приказ командира 61-го корпуса на отход 172-й стрелковой дивизии из города. Вечером на совещании командиров дивизии принято решение продолжать оборону города. В 4-й танковой дивизии был захвачен пропоиск. 15 июля командиром сводного полка назначен майор Катюшин, начальником оперативного отдела штаба 172-й стрелковой дивизии. Ночью работники обкома покинули город. 20-й мотополк немцев занял без боя деревню Костинка, но дальнейшее наступление на Могилев отменяется. В 10-й мотодивизии приказано двигаться на пропоиск. Немцы заняли Кричев и Смоленск. Опорная оборона советскими войсками Могилева лишала немцев крупного узла коммуникации, а штурм города означал задержку пехоты с продвижением вперед. В отчете немецкого 7-го корпуса писали, что штурм Могилева становится все более необходимым. Сконцентрированная на плацдарме силы противника – это серьезная угроза. Они дают прикрытие с фронта находившимся восточнее Днепра силам противника для ударов на север и юг по флангам 12-й и 9-й танковой армии. И, наконец, они прикрывают важную линию коммуникации. 17-го июля начался штурм города при поддержке танков 3-й танковой дивизии. Тянулась и пехота. Внимая пехотная дивизия атаковала советские оппозиции вдоль Минского шоссе. 23-я пехотная дивизия наступала вдоль Бобруйского шоссе. В районе Могилева из Франции перебросили 15-ю пехотную дивизию. Южнее Могилева подошла 258-я пехотная дивизия. Тем временем немецкий танковый клин, обтекая Могилев, все глубже уходил на восток. Следовавшая в авангарде 46-го мотокорпуса 10-й танковой дивизии, она уже взяла починки и двинулась в сторону Ельни. 18-го июля на поступах Могилеву выросла система круговой обороны. Как это обычно случается, до времени разгромов и отступлений оборону города составляли разрозненные и разнородные части и соединения. Ядром обороны была 172-я стрелковая дивизия генерал-майора Романова. Помимо нее в обороне участвовали 110-я и 161-я стрелковая дивизии, а также останки 20-го механизированного корпуса. Данные о численности 172-й и 161-й дивизии по донесении Западного фронта и боевой численности состава за 10 июля попросту отсутствуют, поэтому можно осторожно оценить их численность в 6-10 тысяч человек. 110-я дивизия насчитывает на ту же дату всего лишь 2478 человек. В отчете немецкого 7-го корпуса указываются следующие побудительные мотивы решения германского командования. 15 июля 7-я пехотная дивизия немцев в движении на Могилев 17.00 проходит у деревни Гораны. К вечеру передовой отряд 7-й пехотной дивизии занимает линию 1 км северо-западнее Пашково, и в километре юго-восточнее деревни Гаи Полыковичи. 15-я пехотная дивизия на марше на участке Корытница-Березино. Немцами захвачен Гомель. 20 июля в 14.00 7-я пехотная дивизия начала наступление к северу от Могилева. 61-й пехотный полк форсировал Днепр на участке обороны 110-й стрелковой дивизии и создал плацдарм у деревни Церковщина. 19-й пехотный полк вышел к Днепру, напротив деревни Павловка, а 62-й пехотный полк наступает с северо-западнее на позиции 394-го стрелкового полка. К вечеру они находятся на линии южная опушка леса южнее Сумарокова и в 3 км северо-восточнее Гаи Полыковичи. На юго-востоке 23-я пехотная дивизия в 14.00 начинает наступление на линии реки Лохва в сторону деревни Буйнич. 9-му пехотному полку удается перейти Днепр около деревни Буйнич, а потом создать небольшой плацдарм и выдвинуть охранение на север и восток, провести дальнюю разведку в направлении Луполова. В отчете 7-го корпуса по штурму Могилева говорилось, в течение дня становится ясно, насколько сильную позицию представляет собой Могилевский плацдарм. Дивизии обнаружили перед собой мастерски отстроенные полевые укрепления и великолепно замаскированные, глубоко эшелонированные с искусственным использованием всех возможностей организации фланкирующего огня. Положение с боеприпасами напряженное, армия не может организовать достаточное снабжение. Этот факт не позволяет ожидать быстрого успеха в боях за укрепленный плацдарм. С этого времени гарнизон города полностью находился на воздушном снабжении. 21 июля. Дождь. Холодно. На юго-западе 23-я пехотная дивизия вводит два батальона 67-го пехотного полка на правом фланге 68-го пехотного полка между Днепром и железной дорогой. В качестве штурмовой группы задача захватить из Бунич юго-западную окраину Могилева. При этом занять высоту и ликвидировать врага, который находится в южной части Могилева. Вечером 21 июля 9-й пехотный полк начинает наступление в направлении Лупалова. Занимает местность и в итоге ночного боя захватывают автодорожный мост в Могилеве. Там встречается с 10-й 67-го пехотного полка. Удерживает мост и создает небольшой плацдарм на западном берегу. На Минском шоссе передовой отряд 15-й пехотной дивизии выходит к разрушенному мосту реки Лохва. Мост деревни Сеньково также был разрушен. Саперы приступают к постройке новых мостов. Разведгруппа устанавливает контакт с 23-й пехотной дивизией. 22 июля. Дождь. 7-я пехотная дивизия в районе часа ночи форсирует Днепр и создает плацдарм у деревни Павловка. 61-й пехотный полк наступает в юго-восточном направлении, чтобы войти в контакт с 19-м пехотным полком. 23-я дивизия продолжает тяжелые наступательные бои силами 67-го и 68-х пехотных полков. 9-й пехотный полк во время боевых действий на левом берегу Днепра удерживает небольшой плацдарм на мосту через реку Днепр. Утром 78-я пехотная дивизия с рубежа Гришанова-Дубинка-Лыкова всеми тремя своими пехотными полками приступает к атаке на Могилев. Около 11 часов 1-й батальон 215-го пехотного полка с запада достигает деревни Дары и, продвигаясь дальше вдоль железнодорожной линии Чауса-Могилев, уже в 10.40 выходит к станции Луполова и проходившая вдоль Днепра дороги. Некоторое время спустя 1-му батальону 238-го пехотного полка удается продвинуться на север и установить связ с 1-м батальоном 215-го пехотного полка. 747-й стрелковый полк и 172-я дивизия, понеся большие потери, отходят к Луполова. Бой на станции Луполова продолжается до самого вечера. А еще днем после перегруппировки 2-й батальон 215-го пехотного полка около 14.00 достигла главной цели – наступление. Колено Днепра к востоку от Могилева, в то же время как 195-й пехотный полк вечер выходит к Гомельскому шоссе. 23 июля. Дождь. Ночью с советских самолетов в район аэродрома на парашютах были выброшены боеприпасы для 172-й дивизии, но они большей части достались противнику, который к этому времени уже занял аэродром. 78-я пехотная дивизия успешно атакует советские части на южном берегу Днепра, к юго-востоку от Могилева. Немцами было заявлено о захвате 5000 пленных. Также 23 июля в распоряжении 7-го корпуса наконец-то прибывает из резерва 15-я пехотная дивизия, которая выходит в район деревни Княжец и в 15.45 начинает наступление. Вечером два батальона 81-го пехотного полка этой дивизии вступили в бой за военный городок Пашково. Два батальона 106-го пехотного полка к вечеру захватили Казимировку, наступая по правую сторону Минского шоссе. Меж тем утром 23-я дивизия силами 67-го и 68-го пехотных полков продолжает наступление при поддержке недавно прибывшего 192-го дивизиона штурмовых орудий. В 15 часов 67-й пехотный полк достигает деревни Горки, откуда разведывательный отряд 23-й дивизии занимает деревню Ракузовка. На участке 78-й пехотной дивизии немецкая разведка сообщает, что противник от дороги Малеевка перекресток дорог у колена Днепра постоянно перебрасывает свежие силы. Прежде всего противник стягивает всю новую часть в район Малеевка. С самолетов для защитников города были сброшены боеприпасы. Батальон из 23-й пехотной дивизии пытается прорваться в город с юга через мост. Внезапный мощный обстрел с высокого, имеющего террасы с северного берега, останавливает наступление. Командир батальона майор Хенник погибает. Попытка взять город с тыла терпит неудачу. Требуется взлом оборонительных позиций к западу от города грубой силой. 15-я пехотная дивизия пробивается через Печерский лес к железнодорожному вокзалу и вступает в упорные кровопролитные уличные бои в северной части Могилева. Два батальона 106-го пехотного полка утром вышли к станции Могилев-Товарная. 7-я пехотная дивизия атакует в направлении Оршанского шоссе. 61-й пехотный полк выступает через мосток на восток. На юге, в то же время, как 9-й пехотный полк охраняет мост, отдельное подразделение 23-й пехотной дивизии утром опять начинает наступление. 67-му пехотному полку удается передвинуться на территории шелковой фабрики, тогда как 68-й пехотный полк на западной окраине города достигает железной дороги Могилев-Осиповичи. 25 июля. Сильный дождь. 7-я пехотная дивизия перешли в преследование противника на восточном направлении. 8-й дивизион реактивных минометов ведет из района деревни Краснополе обстрел северной окраины города, вокзала и станции Могилев-1. Ночью 23-я пехотная дивизия выводится со своих позиций для продолжения наступления на другом рубеже, тогда как 9-й пехотный полк остается охранять мост до окончательного взятия города 15-й дивизии. На участке 78-й и 195-й пехотный полк при поддержке 215-го пехотного полка достигает деревни Малеевка. Части РККА с большими потерями отходят на северо-восток. За 22-25 июля потеря РККА на участке 78-й пехотной дивизии составила 3700 человек убитыми и 4855 человек были взяты в плен. Вечером в штабе 172-й дивизии состоялось совещание и было принято решение о прорыве из окружения на юго-запад от Могилева в лесной массив около деревни Тишовка. В 24.00 начался прорыв из Могилева останков 388-го стрелкового полка. При прорыве они наталкиваются на боевое хранение 23-й пехотной дивизии. Немцам на помощь выдвигается 2-й батальон 88-го пехотного полка. Часть красноармейцев прорывается через позиции немцев. Часть вынуждена вернуться в город. Во время прорыва погибает командир 340-го артполка полковник Мазалов. Ночью саперами отдельного отряда заграждения взорван Днепровский мост. Стало ясно, что в такой ситуации город удерживать не имеет смысла. Единственный выход – это прорыв на восток. Промедление ввело к катастрофе и полному уничтожению оборонявшейся группировки. В ночь на 26 июля командир 172-й дивизии собрал совещание в штабе дивизии в помещении городской школы номер 11. Ничего утешительного он своим подчиненным сказать не мог. В городе накопилось до 4000 раненых. Боеприпасы фактически кончились. Продовольствие на исходе. Далее генерал Романов предложил высказаться. Первым взял в слово командир 388-го стрелкового полка Кутепов. Он выступил за прорыв. Остальные командиры поддержали Кутепова. Прорыв начался в полночь, под проливным дождем. В условиях плотного кольца немецкой пехоты вокруг города прорыв был делом почти безнадежным. Однако нескольким отрядом все же удалось прорваться. Генерал-майор Романов по имеющимся данным попал в плен. Бежал. Позднее был вновь схвачен и повешен уже как командир партизанского отряда. В 11.15-26 июля город почти целиком был взят 15-й дивизии, которая у моста через реку Днепр соединяется с 9-м пехотным полком 23-й дивизии. Сводный полк ведет бои в районе завода имени Дмитрова и Дома Советов. 8-й дивизион реактивных минометов из района вокзала ведет обстрел у местности Дома Советов и школы НКВД. Днем немцы обнаруживают на ржаном поле около деревни Новоселки остатки 394-го стрелкового полка и окружают их. В этом бою гибнет командир полка полковник Слепокуров. 747-й стрелковый полк прорывает кольцо окружения в районе станции Луполова и с боями прорывается к деревне Сухари, где расположен штаб 61-го корпуса. По состоянию на 15.00 26 июля седьмым корпусом немцев с начала боев за Могилев взято в плен порядка 23 тысяч человек. Об итогах штурмов города, в отчете седьмого корпуса были сделаны следующие выводы. Штурм укрепленного плацдарма Могилев представлял собой семидневную самостоятельную операцию против прекрасной долговременной оборонительной позиции, защищаемой фанатичным противником. Русские одержались до последнего. Они были совершенно нечувствительны к происходившему. У них на флангах и в тылу. За каждую стрелковую ячейку, пулеметное или орудийное гнездо, каждый дом приходилось вести бои. 27 июля немцы ведут зачистку города. Остатки сводного полка ведут бои на станции Могилев-3, а ночью по северо-восточной окраине прорывается через колхоз Коминтерн в лес южнее деревни Полыкович. 27 июля командованием Западного фронта неодобрительно отреагировало на прорыв войск из окружения. За оставление Могилева командира 13-й армии генерал-лейтенанта Герасименко сняли с должности и заменили генерал-майором Константином Голубевым. Касательно потерь с обеих сторон имеются архивные данные как с немецкой стороны, так и советские документы. Немецкие данные о советских потерях выражены следующим образом. Корпус мог записать в свой актив 35 тысяч пленных и трофеи. 294 орудия, 127 противотанковых орудий, 45 танков и бронемашин. За 22 и 25 июля потери РКК на участке 78 пехотной дивизии составили 3700 человек убитыми и 4855 человек были взяты плен. Командующий группы армии «Центр» Федор фон Бок записал в своем дневнике «Пал Могилев захвачен на 35 тысяч пленных и 245 артиллерийских орудий». Советские же данные в справке Западного фронта указаны потери 13-й армии с 11 по 20 июля 14 924 человека. То есть если суммировать данные с двух сторон и округлить, то, по самым скромным оценкам, потери советских защитников достигают отметки в 25 тысяч человек. Поскольку у нас нет данных потерь советской стороны с 21 по 27 июля, а именно в эти дни проходили самые кровопролитные бои, то смысла необоснованно завышать потери не имеет никакого смысла. Немецкие потери нам известны из подробных архивных данных. Так, с 5 по 13 июля потери 3-й и 10-й танковых, а также 10-й моторизированной дивизии и полка Великая Германия составили 573 человека убитыми, 1593 ранеными и 52 пропало без вести. С 20 по 26 июля 1941 года 7-я, 15-я, 23-я, 78-я дивизии 7-го армейского корпуса вермахта потеряли убитыми 727 человек, ранеными 2867, пропавшие без вести 171. Суммарно, общая потеря немцев при взятии Могилёва как минимум составляет 6000 человек живой силы, и это не считая многочисленной подбитой бронетехники и 43 уничтоженных танка. Героическая оборона города Могилёва нарушила гитлеровские планы о быстрой и победоносной войне. Стойкость советских бойцов народного ополчения позволила не только создать большую проблему для наступающих сил оккупантов, но и вынудила его задержать и стянуть сюда дополнительные силы. Эти дни дали многое для обороны последующих рубежей Смоленска, а затем Москвы. Их подвиг не позабыт и славно увековечен в месте, где 83 года назад они стояли насмерть, обороняя наш город.